Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. Взрыв на Крымском мосту, зерновая сделка уходит в закат, и что спасет турецкую лиру? Россия приостановила зерновую сделку. В понедельник, 17 июля, стало известно о прекращении договоренностей по черноморской зерновой инициативе со стороны России. Напомним, зерновая сделка – это договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов Одессы, Черноморска и Южного. Документ об этой сделке был подписан в июле 2022 года. Зачем она была нужна? Россия сегодня – это мировой лидер по экспорту пшеницы. Украина, хотя и отстает, но также имеет большой вес в мировом экспорте зерна. После начала военного конфликта мировые цены на зерно сильно выросли, так как две страны, занимающие большую долю экспорта зерна, оказались в состоянии вооруженного столкновения, а резкое увеличение мировых цен на зерно могло спровоцировать мировой продовольственный кризис. О чем они договорились? Россия обязалась не вводить военные корабли в акваторию, а партнеры обещали контролировать, чтобы на зерновозах не перевозили оружие и боеприпасы. Также сделка предусматривала подключение Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT, чтобы упростить России торговлю зерном и удобрениями на внешнем рынке и снятие запретов на импорт запчастей к сельхозтехнике в Россию. Но, как известно, обещанного три года ждут. Соглашение между Россией и Украиной дважды продлевали, хотя Москва заявляла, что ее условия не выполняют. МИД РФ неоднократно требовал выполнения всех условий для России, однако обязательства так и не были выполнены. Похоже, на этот раз зерновая сделка точно все. По данным ООН, в результате зерновой сделки к марту 2023 года из портов Украины было отправлено более 33 миллион тонн зерна. Из них 60% объемов получили 5 стран. Китай 4,8 миллиона тонн, Испания 3,9 миллиона тонн, Турция 2,6 миллиона тонн, Италия 1,7 миллиона тонн, Нидерланды 1,4 миллиона тонн. При этом беднейшие страны получили всего 6% из общего объема. В результате, в 2022-23 году России удалось поставить на экспорт рекордный объем пшеницы – 47 миллионов тонн, что значительно больше, чем в 2021 году. Однако этот результат достигнут не в результате зерновой сделки, а из-за того, что России удалось поставлять свое зерно, обходя санкции и без какой-либо помощи по сделке со стороны ООН. В этом случае смысла продлевать сделку для России действительно нет. А что теперь? Голодать вряд ли кто-то будет. Еще в 2022-м Россия говорила о готовности компенсировать украинское зерно собственным экспортом. Да и зерно, которое вывозится сейчас из Украины, почти не поступает в развивающиеся страны, оседает у перекупщиков в Турции, а затем отправляется в страны Европы. Кроме того, Россия заявила, что готова поставлять часть зерна в Африку бесплатно, если зерновая сделка не будет продлеваться. В основном потери понесут крупные потребители украинской продукции, а также сама Украина. По подсчетам ООН, страна будет терять до 500 миллионов долларов в месяц. А вот России нечего особо терять, кроме своих надежд на туманные обещания со стороны западных партнеров. Также Россия заявила, что приостановила сделку, а не вышла из нее полностью. Если ее условия будут выполнены, всегда можно вернуться к переговорам. Украинские власти предлагают новый вариант маршрута транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии. Вопрос, кто из владельцев частных судов захочет взять на себя риски, связанные с прохождением маршрута рядом с зоной боевых действий? Напомним, что в среду, 19 июля, российское военное ведомство заявило, что будет рассматривать как перевозчиков военных грузов все суда, следующие в украинские порты, а страны их флага будут считать участниками боевых действий на стороне Украины. Пока согласовать гарантии безопасности альтернативного пути Киеву не удалось. США, ясное дело, отказались предоставить эскорт для судов зерновозов, а Турция пока не заявила о готовности использовать собственный флот. На фоне отмены зерновой сделки, мировые цены на пшеницу резко выросли за последние пять дней. Так, в среду, 19 июля, сентябрьские фьючерсы на Чикагской товарной бирже подорожали на 3,35%, а за последние пять дней они стали дороже на 11,05%. Теракт на Крымском мосту. В ночь с воскресенья на понедельник два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали автомобильную часть Крымского моста. В результате взрыва погибли два человека, а также были повреждены оба пролета автомобильной части моста. Движение по ним было остановлено. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт. Кроме того, Россия заявила о причастности к атаке спецслужб Британии. Глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Ричард Мур заявил, что ему, безусловно, льстят такие утверждения. Однако он не стал ни опровергать, ни подтверждать их. США традиционно предпочли постоять в стороне. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не может сказать ничего конкретного по поводу атаки на Крымский мост, отметив, что Вашингтон пристально следит за ситуацией. Однако он добавил, что Украина сама решает, как вести боевые действия. Напомним, что это уже второй теракт против Крымского моста, совершенный украинскими спецслужбами. 8 октября 2022 года на мосту был взорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В результате погибли 4 человека, обрушились 2 пролета автодорожной части моста, а на железнодорожной части загорелись топливные цистерны. Восстановительные работы шли несколько месяцев. В феврале 2023 года Крымский мост был полностью открыт для движения. На данный момент Крым не отрезан от России. Железнодорожное сообщение с полуостровом было восстановлено спустя несколько часов после теракта, а поезда, задержанные в ночь на 17 июля на станциях в Тамане и Керчи, уже утром возобновили движение через Крымский мост. Движение по автомобильной части моста осуществляется в реверсивном режиме. Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, также возобновлена. Восстановление Крымского моста, по предварительным данным, может обойтись в 1-1,3 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин. Кроме этого, придется строить дополнительный мост для ремонта повреждений. По словам вице-премьера, двусторонние движения по одной стороне Крымского моста запустят к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Однако запускать грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется в связи с обеспечением безопасности. Теперь грузовикам придется ехать либо паромом, либо через новые территории. МинтрансРФ заявил, что пока нет проблем с пополнением запасов топлива и продуктов питания на сухопутном пути в Крым, так как каналы грузовых поставок в Крым идут не только по мосту, но и по материковой части. Кроме того, можно использовать и паромную переправу. А вот с туристическим сезоном все сложнее. Чрезвычайное происшествие на Крымском мосту может повлиять на планы отдохнуть в Крыму туристов. Желающих испытать судьбу явно поубавится. Однако в Ассоциации туроператоров России уверены, что Крым по-прежнему останется популярным направлением и примет в 2023 году 4-4,5 миллиона туристов, несмотря на отказ от туров в моменте. Потери сегодняшних и завтрашних туристов – это грустно, но не критично для года в целом. «Если мы найдем туристам понятные каналы и доставки, люди с удовольствием приедут», заявил вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин. Как отреагировал рынок? Никак. Если в прошлом году на новостях о подрыве Крымского моста индекс Мосбиржа потерял 13%, а доллар подскочил на 5 рублей, то на этот раз рынок РФ и глазом не моргнул. Российские акции продолжили рост, а рубль остался на прежних значениях. Очевидно, что за последний год российский инвестор получил иммунитет к такого рода потрясениям, и его так просто не испугать. На этот раз размер ущерба явно меньше, да и див-сезон еще не закончился. Рынок ждет приток денег от выплат Роснефти, Башнефти, Газпромнефти, Фасагра и Татнефти. Кроме того, рынок сильно набрал обороты за последние месяцы, и остановить такой восходящий тренд не так-то просто. Две трети инвесторов провалили тест на сложные инструменты. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного по заказу Банка России. Мониторинг был основан на опросе крупнейших российских брокеров. Банк России утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами в августе 2021 года. Тесты предназначены для защиты инвесторов от потери капитала из-за незнания рисков сложных финансовых инструментов. Тестирование началось 1 октября 2021 года. Всего за полтора года тестирования в нем участвовали 7,5 миллионов человек, говорится в сообщении регулятора. Первый год ведения тестов с октября 2021 по сентябрь 2022 года с ними справились 31,3% участников или 1,920 тысяч человек. Последующие полгода тесты смогли сдать 37,4% или 510 тысяч человек, сообщили в ЦБ. С октября 2022 по март 2023 года среди самых востребованных инструментов, по которым инвесторы проходили тестирование, оставались российские акции, не включенные в котировальные списки и сделки с плечом. К ним добавились российские облигации без необходимого рейтинга. Также устойчиво рос интерес инвесторов к облигациям со структурным доходом. Число тестов по иностранным акциям, продажа которых была ограничена для неквалифицированных инвесторов с 1 октября 2022 года заметно сократилась. В ЦБ отметили, что значительная часть инвесторов, не сумевших пройти тесты на знание рисков сложных финансовых инструментов и отказавшихся от дальнейших попыток, передумала совершать сделки с ними. Это неудивительно, ведь тем, кто не прошел это тестирование, попросту закрывает доступ к операциям с более сложными инструментами. Статистика показывает, что далеко не каждый может инвестировать в биржу ценных бумаг. Для кого-то трудно определиться с бумагой, в которую лучше всего вложиться, а у кого-то не хватает сбережений. Теперь еще надо проходить тестирование. Все это приводит к поиску альтернативы биржи ценных бумаг, одной из которых является краудлендинг. Краудлендинг – это инвестирование в растущий бизнес. Инвесторы дают займы напрямую и возвращают с процентами. Одной из самых надежных платформ краудлендинга является JetLand. Она имеет лицензию Центрального банка, а также является резидентом Сколково. Платформа JetLand предоставляет возможность инвестировать в малый бизнес и получать прибыль значительно выше облигаций. Отщательный отбор заемщиков более чем по 100 факторам гарантирует кратное уменьшение риска, чем вложение в традиционные акции. Процент невыплаченных займов составляет всего 1,4%. Одним из ключевых факторов является высокая ожидаемая доходность – до 20%. Предположим, вы вложили 100 тысяч в июле 2022 года, то к августу 2023 года ваш капитал возрастет до 120 тысяч. С JetLand вы можете выбрать свою модель инвестирования – создать собственный портфель, отбирая компании вручную, или воспользоваться инструментом автоинвестирования. Он поможет собрать оптимально сбалансированный портфель из сотен компаний с учетом вашей стратегии диверсификации, уровня риска и сроков инвестиций. Кстати, если, пользуясь этим инструментом, доходность вашего портфеля станет отрицательной, платформа может выкупить дефолтные займы. Регистрируйтесь по ссылке в описании или QR-коду и получите плюс 8% годовых доходности на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Ссылка действует 7 дней с момента размещения ролика. Не упустите! Лира установила новый антирекорд. Теперь за доллар дают целых 26 лиры, чего раньше никогда не было. Однако аналитики уверены, что текущий уровень не предел, и в ближайшие месяцы курс может дойти до 30 лир за доллар. За последние 10 лет турецкая лира обесценилась по отношению к американской валюте более чем в 10 раз, что для экономики такого масштаба и статуса стало беспрецедентным событием. Если в июне 2013 года доллар можно было купить менее чем за 2 лиры, то к концу июня 23-го заплатить придется гораздо дороже. Такая динамика национальной валюты не могла не сказаться на инфляции, которая за последнее время приобрела аномальные значения. Сейчас она 38,2%, а к концу года ждут до 60%. Это может сломать лиру окончательно. При этом Эрдоган последние пару лет утверждал, что стоит только немного подождать, ну может пару месяцев, и цены перестанут расти сами по себе. А экономика напротив окрепнет и начнет догонять, а потом, видимо, и перегонять развитые страны. Однако что-то пошло не так. Очевидно, что Эрдогану не удалось отменить основные законы экономики. Главной причиной такого непослушного поведения турецкой валюты и, соответственно, роста цен на все, аналитики по всему миру называют нетрадиционные экономические взгляды турецкого президента. В его идеальном мире низкая ключевая ставка как раз побеждает инфляцию, а не наоборот. Однако после его нелегкой победы на майских выборах национальная валюта продолжает падать, инфляция не снижается, а деньги в бюджете стремительно заканчиваются из-за немалых предвыборных расходов. Помните, как весной 23-го года на фоне высокого рейтинга своего соперника Кемаля Кылыч-Дараглу, Эрдоган начал буквально раздавать деньги и говорить о энергетической независимости Турции. Кроме того, за пять дней до выборов он пообещал увеличить заработную плату государственным служащим на 45%, а после голосования в обеих турах даже раздавал деньги на избирательных участках. В результате турецкий лидер столкнулся с необходимостью что-то срочно менять в своей экономической политике. Пришлось обратиться за помощью к экономистам, которые придерживаются противоположных взглядов, и согласиться на повышение ключевой ставки почти в два раза. Напомним, что 22 июня Центробанк Турции принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 15%. Регулятор также сообщил о начале курса на снижение инфляции, необходимого для снижения цен. Но оказалось, что и этого теперь мало. Лира продолжила свободное падение и 23 июня обвалилась до исторического минимума. Так что, скорее всего, новое ужесточение денежно-кредитной политики не за горами. Серьезных экономических проблем подкинуло стране и землетрясение, которое произошло в феврале этого года на юге Турции, в результате которого пострадали 15 миллионов человек, а ущерб составил более 100 миллионов долларов. А на днях стало известно, что власти Турции снова готовятся к возможному землетрясению, но теперь уже в Стамбуле. 12 июля турецкий сейсмолог Наджи Гюрюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 балла в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул. Итог понятен. Турции нужны деньги, и Эрдоган знает, где их взять. В воскресенье глава Турции подписал новый указ об увеличении налога на потребление топлива на 200%. Ну вот какой самый лучший и быстрый способ пополнить бюджет? Правильно, налоги. А еще лучше больше налогов. Цены на топливо в стране тут же взлетели на 20%. Теперь литр бензина на заправках стоит 28 лир, это около 96,5 рублей, а дизеля 26 лир, около 91 рубля. Для сравнения, в России литр бензина стоит около 53, а дизель 59. В результате получается замкнутый круг. Цены на топливо всегда влияют на широкий круг товаров, и внутренняя перевозка становится дороже, а инфляция продолжает свой победный рост. Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференц-связи. Оффлайн Москву будет представлять министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщили в пресс-службе южноафриканского президента. Путин будет на предстоящем саммите БРИКС участвовать онлайн во всех сессиях лидеров стран-членов объединения. Заявил посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД-ЮАР Анил Суклал. Посол подчеркнул, что участие лидеров стран-членов БРИКС в работе саммитов в онлайн-формате не является чем-то необычным. Напомним, что саммит БРИКС Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР в этом году проходит в ЮАР с 22 по 24 августа в вочном формате впервые за три года. Это уже 15-й саммит организации, в котором принимают участие пять стран-основателей организации, а также представители ряда других государств. 15 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиля сообщил, что президент ЮАР Сирил Ромофоса лично уговаривал Путина не приезжать на саммит. Проблема в том, что ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС, и признают его юрисдикцию. Россия тоже подписывала этот документ в 2000 году, но в 2016-м отказалась быть участницей договора. Не ратифицировали его также Китай, Турция, Индия, США и другие страны. Таким образом, ЮАР должна соблюдать решение МУС и, соответственно, арестовать Путина. Однако, по словам Машатиля, такой шаг просто немыслим. Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его, заявил он. Газета The Guardian писала, что ЮАР может даже отказаться от проведения у себя саммита Брикс. Издание объясняло это желанием избежать серьезных геополитических проблем из-за ордера на арест президента России Владимира Путина, выданного Международным уголовным судом. Страна, как страна римского статута МУС, должна исполнить решение суда в Гааге. Однако, последствия такого масштаба никому не нужны. А теперь давайте посмотрим, что там в России. СПБ-биржа задумалась об участии в создании криптобиржи в Беларуси. Правильным местом для проекта выбрана Беларусь, где криптовалюты легализованы еще с 2017 года. При этом юридически новая торговая площадка не проект СПБ-биржи. Компания не планирует быть ее акционером. Однако площадка собирается предоставить свою экспертизу, что будет ее возможным участием в проекте. Россияне могут торговать на белорусских криптобиржах на таких же основаниях, как и белорусские граждане. И хотя часть криптобирж ограничила доступ россиян к торговле, к примеру, криптобиржа Currency после начала СВО, в целом каких-либо законодательных ограничений в отношении российских граждан не вводили. Планы СПБ-биржи показывают, что Россия очень интересуется криптой. Причем интерес имеется также с точки зрения инвестиций. С учетом санкций, крипта выглядит надежнее, чем западные акции. Может, скоро в брокерских приложениях мы увидим криптоинструменты? Как считаете? Китай импортировал рекордный объем российской нефти в первой половине 2023 года. По итогам первого полугодия Россия стала лидером по объемам поставок нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. За первое полугодие 2023 года объем поставок российской нефти в Китае вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 52,6 млн тонн, что составляет 2,12 млн баррелей в сутки. В деньгах импорт нефти из России в Китай составил 28 млрд долларов. Экспорт российского СПГ в КНР за 6 месяцев вырос в полтора раза. Рост объемов составил 66%, 3,89 млн тонн на сумму 2,67 млрд долларов против 2,34 млн тонн на сумму 2,14 млрд долларов в январе-июне 2022 года. Лидерство по поставкам СПГ в Китай за первую половину 2023 года пока сохраняет Австралия, которая экспортировала 11,3 млн тонн на сумму 7,1 млрд долларов. Серебро забирает Катар, который поставил 8,3 млн тонн СПГ на 5,4 млрд долларов. Ну а Россия пока держится на третьем месте. Сбер делает иксы на искусственном интеллекте На вложенный 1 млрд долларов в искусственный интеллект Сбербанк получает около 3 млрд долларов в год обратно, заявил председатель правления банка Герман Греф. Глава компании также заявил, что инвестиции в это направление идут уже более 12 лет. В 2023 году планируется получить от внедрения технологий искусственного интеллекта 350 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это серьезный масштаб, все усилия, которые направлены на достижение конкретных целей по этому направлению, конечно, должны быть поддержаны. Ну что ж, читаем между строк, господа инвесторы. Евроклир за полгода заработал на активах россиян более 1,7 млрд евро. В первом полугодии 2023 года компания заработала 2,28 млрд евро, 77% которых, 1,74 млрд, это доходы от замороженных активов россиян. В прошлом году эта сумма составила всего 821 млн евро. За 6 месяцев 2023 года баланс Евроклирбанк, где учитываются выплаты, дивиденды, купоны, погашения, по замороженным ценным бумагам россиян увеличился на 47 млрд и достиг 150 млрд евро, следует из отчета компании. Такой большой процентный доход по активам россиян в Евроклир объясняют двумя факторами – растущими процентными ставками и реинвестированием полученных доходов. Со второй половины года Евроклир ожидает, видимо, с грустью, замедления темпов роста процентного дохода, поскольку заблокированные платежи и погашения накапливаются медленнее, а прогнозы экономистов предполагают более стабильные процентные ставки. Неплохо так ребята устроились. Мало того, что получают доходы с наших активов, так еще и прогнозы на будущее делать не стесняются. На этом все. Пишите в комментариях, сможет ли Эрдоган победить инфляцию и есть ли шанс у зерновой сделки. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Там вы найдете еще больше новостей, отчеты компании, свежую инфографику и многое другое. С вами был Сложный Процент, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok